Сегодня сугубый праздник для этой местности, для этого города, потому что сегодня день рождения новой церкви в честь и памяти святого великого мученика Дмитрия Мироточивого. Сегодня память святого великого мученика Дмитрия по промыслу Божьему и благословению его преосвященства епископа Никодима Единицкого, Ебриджанского, совершилось освящение этой церкви. Сегодня же здесь совершается первая божественная архиерейская литургия. Друзья, кто бы мог сказать несколько лет тому назад, что здесь на этом месте будет построена церковь, такая величественная церковь, можно сказать, что единственная по красоте в нашей республике. А кто бы мог сказать 20 лет тому назад, что церкви Божьи умножатся. Все в те времена ожидали, что все погаснет, погаснут свечки, умрут их священнослужители, и учение будет не о Боге, а что-то о другом. Но пути Господни неисповедимы. И мы видим сегодня исполнение слов священного писания, в котором говорится, что церковь Бога жива, и врата адова не удаляют ей. Мы сегодня, дорогие братья и сестры, живем в такие времена, можно сравнивать по отношению к церкви с 4 веке нашей церкви. В 4 веке строились только храмы. В 4 веке Господь избрал для служения себе и священнослужителей, и таких людей, доброй волей, великой душой и сердцем, чтобы они вложили свои сбережения, вложили свой труд для того, чтобы построить храмы, для того, чтобы украшать святые храмы, где будет собираться церковь Христова. И вот сегодня исполнились эти слова на этом месте, в этот святой день. Сегодня мы с вами празднуем память святого великого мученика Дмитрия Миротучибаку. Он жил в 3 веке, родился от благочестивых родителей, которые были христианами в те времена тяжелые, когда язычники старались, чтобы уничтожить христианство. И как говорит нам история жизни святого великого мученика Дмитрия, его отец был служителем возле того правителя, возле того идола-поклонника, который старался, чтобы уничтожить христианство. И по смерти своего отца правитель узнал о Дмитрие и призвал его на служение той местности на место своего отца. И он тогда подумал и дал такой указ, чтобы христианская церковь, христиане были уничтожены от той страны. Но Дмитрий, когда получил это призвание или это назначение, он не стал слушаться царя, правителя, а он делал все для того, чтобы охранять христианскую веру. И когда дошло до правителя о том, что Дмитрий, он христианин, и не только христианин, но он не исполняет указ правителя, и то, что он защищает христиан, тогда правитель призвал его к себе и требовал от него отчетов, что же он делает. И тогда святой великомученик Дмитрий во всеуслышание сказал, что я христианин, тогда правитель забил его в химницу, по то времени, когда будет его мучить, потому что в это время в том городе совершались зрелища. Был такой силач по именем Лии, который уничтожал не только христиан, но всех тех, которые боролись с ним. Он бросал их с высоты, бросал копьем, и люди умирали. Тогда один из учеников близких святаго великомученика Дмитрия Нестор подошел в темнице к великомученику Дмитрию и спрашивал советы и благословения, чтобы бороться с Лием, потому что Лий издевался над людьми. Святой великомученик Дмитрий говорит Нестору, Илью ты победишь, и Христа будешь исповедовать. И когда он пришел на то зрелище, сказал, что я хочу бороться с Лием, потому что мне поможет Бог Дмитрия. И начал сражаться и уничтожил этого богатыря, этого злодея и этого убийцы. Тогда, после этого, правитель испугался и послал воинов в темницу, чтобы умертвить Дмитрия. Они подошли в темницу и умертвили его копьем. Отрезали ему голову, и христиане собрали кровь, полотенца, кровь святаго великомученика Дмитрия, и окровленные полотенца, и все, что они окроплялись кровью, совершались великие чудеса. Дорогие братья и сестры, святой великомученик Дмитрий, он празднуется особо в нашей святой православной церкви, в Молдавии и в России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...